Но следующее, что бы хотелось сделать, это увидеть, во-первых, свет вашей лица, если можно уже в зале, и спросить у мужей. Тут есть женатые мужчины, правда, да? О, сколько у нас женатых, да? Вы знаете, мне нужно сейчас семь женатых мужчин, которые бы хотели доказать любовь к своей второй половинке. Итак, мне нужно семь человек. Кто придет первые семь на эту сцену? Вы потом узнаете, что будет. Я вас приглашаю. Кто первый? Вот давайте аплодисменты. Давайте, давай, с балкона можно спускаться. Семь человек. Когда будет семь, я скажу стоп. Кто хочет доказать... У-у-у-у, давайте дальше аплодисменты. Ну, мужья, мужья, давайте быстрее, быстрее, быстрее. Будет семь и все. Раз, два уже есть. Еще пять. Так. У нас уже есть четыре, пять, еще два. Еще два добровольца, которые хотят доказать любовь к своей второй половинке. Кто хочет? Юра, давай, пожалуйста. И еще один. Кто? Кто, 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 кто? Ну, давайте, давайте, давайте. Еще одно место свободное. Итак, седьмой доброволец. Наши аплодисменты. Дорогие сестры, я хочу сказать, что мужья ваши, которые вышли, они сделали просто героический поступок. Потому что тот из них, кто выстоит все испытания, знаете, что для вас подарит? Можно на экран? На экран подарок, за который вы будете сражаться. Видите, Виктория Сикрет, да? Гифт-карт на 100 долларов. И наш конкурс называется «Я люблю свою жену». Поэтому, братья, кто-то из вас сделает в этот новогодний вечер своей жене такой подарок. Правда? Давайте им подарим большие-большие аплодисменты. Но я хочу сказать, что этот подарок вам нужно, конечно, заработать. Заработать, заслужить. И я думаю, мне зал в этом поможет. Правда? Итак, первое, с чего мы начнем. Значит, по итогам каждого конкурса, вы понимаете, один из вас будет отсеиваться, да? С каждым конкурсом. Итак, первый конкурс очень простой. Вам нужно будет найти в этом зале две губных помады. Понимаете, да? И добежать, взять, попросить, умолить. Сразу две, да. Итак, пиджак уже. Не подсматриваем, не подсматриваем. Итак, все готовы болеть за наших таких прекрасных мужчин? Давайте еще раз аплодисменты подарим. Итак, первые шесть из вас, кто принесут две губных помады, пойдут во второй тур. Итак, на раз, два, три, вперед! Ой-ой-ой, не ломать декорации, держите в руках, держите в руках. Горячие парни. Раз, два, все, все. Сережка, ты последний. Ну как так? Итак, друзья мои, Сереж, там, слушай, там у нас есть утешительные призы в виде гифт-карт на кофе, да? Возьми себе одну, пожалуйста, да? А потом остальным, братья, мне принесешь. Давайте мы под наши аплодисменты, Сереж. Но ты старался, ты старался. Вы знаете, братья, у меня еще одно условие конкурса. Давайте, стараясь, не поломаем декорации, хорошо? А, не поломаем декорации, никого не собьем и ничего не перевернем. Потому что тот, кто что-то поломает, сразу будет дисквалифицирован. Но это радует, что вы так любите своих жен. Правда, друзья? Второй конкурс будет немного сложнее. И о нем нам расскажет, если я не ошибаюсь, Лето. Я даю Лету микрофон. Давайте его поприветствуем. Значит, мы все знаем, что наши прекрасные мужья любят дарить драгоценные вещи. Это браслеты, это necklaces, это чудесные, может быть, часы. Но сегодня хотелось бы, чтобы наши прекрасные избранные или самопожелавшие хотели бы увидеть, как вы не просто пошли и купили, и потратили деньги на то, что уже сделано. Перед вами сегодня есть, каждому выдан пакетик. В этом пакетике есть все, что вам надо, чтобы сделать прекрасный браслет. Тот, кто первый, пока миссии не открывайте. Тот, кто первый делает браслет, дарит жене своей и вертается назад последний. Ну, извините, я вас проиграл. Значит, игра начинается через зал. Помогите. Раз, два, три. Парасировали здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Потерял. Ну, как это так можно? Шелшел, надо привести. А, нет, нет, можно так. It's окей, it's окей. Значит, что последний выходит? Последний... Последний был, наверное, нас... Подожди, подожди, подожди. Как определить, Ярослав? Как определить? Вот смотри, например, у всех было на руке, да, кроме... Окей, понимаете, принцип в том, чтобы не то, что взять то, что есть, а вот иногда надо включить, что самое просто, просто, самое простое. Значит, мне кажется, самое последнее были вы, Аликс, Аликс. Мне твень... Аплодисменты нашим... Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно, ничего. И верю я... Кто-то смотрел фильм про Золушку, да? Вы знаете, что на самом деле... Я помогу немножко, да, я помогу для весны, потому что зима совсем заморозила и голод. Хорошо, вот здесь другие уже пакетики. Знаете, что в этом пакетике? В этом пакетике... Находится горох и фасоль. Есть надо? Нет, есть не надо. Но знаете, что делала Золушка? Она перебирала, да? И вам нужно взять и отделить горох от фасоли. Подождите, подождите. Встать вокруг стола, сделать такие кучки себе. Подождите. Не распечатывайте ничего. И тот из вас, кто последний отделит горох от фасоли, проиграет. Но я хочу сказать следующее. Если вы насыпите сейчас горох на пол, вы уже сразу проиграли. То есть горох и фасоль. Кто первый просыпет, мы конкурс останавливаем, вы проиграли. То есть рассыпать нельзя. Всем понятно? Они весь, все надо... Отдайте тарелки, им будет легче. Кстати, дайте одноразовые тарелки кто-то. Им будет легче. Это будет лучше, да. Сереж. Сейчас мы быстро сделаем. Быстренько нам нужно раз, два, три, четыре, пять одноразовых тарелок. Но в тарелках удобнее. У каждого будет своя, чтобы она уже тут, знаете, по полу не бегала. И вам надо в тарелке сделать две кучки. Одна будет с фасолью, другая будет с горохом. Так что вы пока можете подумать, как это сделать. Пока мне несут тарелки. Подожди, пока еще не открывайте. Где-то несут тарелки. У нас должна быть, наверное, музыкальная пауза. Я, наверное, буду сейчас просить собирать тарелки со столов. Неужели тарелки так далеко? Так, братья, вы понимаете, да. Все очень просто. Вот фасоль, вот горох. А, фасоль беленькая, горох зелененький. Ну, то есть обычно это все выглядит вот таким образом. Так, мы просим. Мы просим там Сережу, администратора, где-то еще найти. Можно музыку хотя бы какую-то. Пока Сережа будет искать, нам будет немножко веселее. Братья настроятся. Они поймут, рассчитают стратегию. Как им это все сделать? Как все поставить? Ура, ура. К нам бегут тарелки. Помощников нельзя. Сразу говорю, помощников нельзя. Все делать самому. Отделить горох и фасоль в две стороны. Все. А вон несут одноразовую же. Все. О, давайте. Возьмите пять штучек, пожалуйста. Опа. Так, ну возьмите, какая вам больше нравится. Вот. Так вы сразу две. В один горох, в другую фасоль. Ну, давайте так. По две вам тарелки. Давайте. Тогда вам в одну тарелочку надо будет отделить фасоль, а в другую горох и мне показать. Итак, давайте наши аплодисменты на один, два, три. Поехали. А вы можете в это время хлопать, кушать, общаться. У них серьезная задача. Если бы только знали, как это непросто. А вот так ваши жены на кухне отделяют, готовят, стараются для вас. После этого конкурса вы совсем по-другому начнете относиться к кухне. Ну, видно, что некоторые это делают достаточно часто. То есть, судя по некоторым навыкам. Пусть они пока позанимаются. Некоторые мужчины в этот момент думают, как хорошо, что я не вышел сюда на сцену, и мне не надо вот это все делать. Но приз того стоит. Вот смотрите, эти проворные руки. Как они берут, как они все отделяют, да? Вот, посмотрите, видно, профессионал. Слушайте, ну просто красота, красота. Загляденье. Молодец. Ну, еще вот можно где убрать. Один первый уже есть. Молодец. Ну, а где... Ты пока интервью дай. Где тренировался? А? Где тренировался? Дальний Восток. Вот что с людьми делает Дальний Восток. Так, наш второй победитель. Так, а где твои тренировки проходили? Экспронт. Это все экспронт. Видите, на что способны люди? Ради того, чтобы сделать подарок любимой. Ну, еще трое отважных. Отважных, которые не были на Дальнем Востоке, которые не делали экспронтов. А так, вот, знаете, профессионально все, всем занимаются. Да. Молодцы, молодцы. Юр, я вижу, ты уже тоже догоняешь. Ты, похоже, будешь третий. Давайте, давайте. Красиво получается. Вы знаете, если вы это увидели, просто, ну просто красота. Сразу можно еще конкурс сварить суп. Так, Юр, ты уже третий. Хорошо. Будете у нас на Крыме. Где ты тренировался? Дочь помогала, учила. Ага, хорошо. Так, ну кто же из вас еще будет, братья? Похоже, я уже где-то предполагаю, кто будет четвертый. Так, итак, четвертый. Давайте поприветствуем четвертого. Ну, молодцы. А где твои тренировки проходили? Видите, такая случайность, говорит. Просто случайность. Брат, дорогой, ну ты старался. Ты действительно сделал все, что возможно. Как зовут? Паша. Давайте мы поприветствуем Пашу. Ну, будете у нас на Крыме. Будете у нас на Крыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. Вы не знаете, зачем вы ловите голосы? Знаете, вот тебе карточка, это жене можешь дать на кофе. Спасибо. Давайте наши бурные аплодисменты. И, насколько я знаю, сейчас должна выйти зима. Зима, зима, где ты? Выходи. Давайте мы зиму поприветствуем. Сейчас он нам что-то расскажет. Во-первых, объявление. У кого наши братья взяли, взаимствовали помаду, пожалуйста, заберите ее у Аллы. Они ей пользоваться не будут. А сейчас к конкурсу. Конкурс у меня легкий, но с нюансом. Все вы когда-то, наверное, это делали. Может, видели, как это делают. Короче, ближе к делу. У меня здесь молоко. Вы когда-то кормили детей, правда? Кто-то кормил. А, ты когда-то, ну ты вообще победишь, значит. Задача заключается в том, выпить это молоко через соску, не открывая бутылки. Как я сказал, задача очень легкая, но с нюансом. Но у вас какие-то вопросы? Они молчат, значит, утверждают. Итак, вот такие вот небольшие бутылочки. Замерили. Восток меряет. Итак, под наши аплодисменты на 1, 2, 3 они это сделают. Поехали. Но я не знаю, какое там надо давление создать. Знаете, это как в покрышках от автомобиля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, у меня малыш 4-месячный, он уже давно бы выпил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вспомните, какими вы были в детстве. Вы это делали почти каждый день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ура! Поприветствуем второй. Стоп, 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 стоп. Не все. Еще. Еще есть. Так, братья, вот тут пусто. А тут еще чуть-чуть осталось. Итак, приветствуем. Приветствуем этого героя. Как зовут? Итак, Святослав старался, боролся. Святослав, это для твоей супруги. Давайте под наши аплодисменты, Святослав. Жить. Как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Итак, дорогие друзья, на этом ваши задания не заканчиваются, потому что, знаете, вот оставаться в тройке, да, да, вы наработались, наелись, и знаете, и уже кажется, вот заветный приз так близко, да, но вот в следующей конкурсе останется только двое. Вы знаете, что у меня в руке? У меня вот здесь такой лист бумаги. На нем написано, у меня самая лучшая жена. Понимаете, да? И дело в том, братья, что вам надо будет в зале собрать 10 подписей с разных 10 столиков о том, что ваша жена лучше. И вот те 10 человек, которые им поставят свои автографы, они как раз это вам и засвидетельствуют. Вот здесь у вас есть ручки, вот здесь у вас есть листочки. Просьба первая, не переворачивать столы, ни у кого ничего не требовать насильно, правда, да? Вы можете только попросить поставить вам автограф. И вы можете иметь только один автограф на одном столе. Пожалуйста, проверьте, чтобы все было честно. Итак, друзья, раз, два, три, вперед. Аккуратно. Можно не спешить. КОНЕЦ 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 Можно дальше запускать. Еще вот, Серег. А на мэм. А на мэм. А на мэм. А на мэм. Юр, давайте мы поприветствуем Юру. Юрочка. Я знаю, что ты старался. Давайте мы поприветствуем Юру. Ты знаешь, ну, любовь все равно, старание должно быть вознаграждено. Поэтому пойдите и попейте со своей женой кофе вместе после Нового года. Наши аплодисменты. Ты мой миленький, хорошенький мой котик. Утешительное. Положу тебе сарделечку, я в ротик. Положу тебе колбаску и сосиску. Молока налью тебе большую миску. Ты покушай, мой котенок, хорошенько. У тебя такая тоненькая шейка. Надо много кушать, надо много спать. Чтоб котом огромным и толстым стать. Юра, это для тебя. Это было утешительное. Но прежде чем мы объявим третий конкурс, небольшая рекламная пауза. Итак, то, что люблю делать самое большее, это продавать и в зубне продавать. Значит, это еще один из призов. Как вы видите, все очень усердно покупают лотереи, тикеты по одному доллару. То это будет наш самый грандиозный приз. Это 55-инчев LED Smart TV. Очень прекрасный, стоимость 1000 долларов. Так что, пожалуйста, покупайте усердно билеты. Потому что некоторые покупают по 50-100 билетов. Да, вот так. И чуть-чуть позже мы вам еще покажем что-то. Спасибо, спасибо. Итак, у нас осталась супер-конкурс, супер-игра. Вы помните, я просил, чтобы до стола не переворачиваем, из людей ничего не требуем. Мы только просим. Знаете, что у меня здесь? Это семейный бюджет. Это кошелек такой, знаете, только прозрачный. Знаете, что семейный бюджет должен быть прозрачным. Поэтому то, что необходимо сделать братьям сегодня еще, это собрать всего лишь 5 долларов мелочью в свой семейный бюджет. И те из вас, кто первые соберут 5 долларов мелочью в этом зале, те и победят. Поэтому готовы? Один, два, три. Наши аплодисменты. Они пошли. Можете помочь им с мелочью. Сережа. Сережа. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Стоп, 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 стоп. Музыка, стоп. Хорошо. Сейчас мы посмотрим, Серёжа проверит, есть ли там 5 долларов. Сейчас мы... Этот пакет был первый семейный бюджет. Да, подожди, надо, чтобы наш дядя Эдик вот там заснял, чтобы не сказали, что я что-то тут нахалтурил. Вот это. А ну, дядя Эдик, пожалуйста, нас кидани на камерку. Вот. Киданул? Ой-ой-ой, как хорошо. Так, 4. И тут 4, это равняется 2. Так, 4 плюс 4 равняется 3. 4 плюс 4 равняется 4. А вот это что-то у тебя непонятно. Значит, 10, 20, целых 30, 46. Ты сказал точно. У меня там квадры были только. Ну, я ж ничего не подкидывал. Так, окей, всё. Просто ты не заметил, что в кулечку были вот эти. Sorry. Так, тут считаем. Вот это отодвигаем. Подожди, не мешайте Дедику, он там заснимет нас ещё. Вот это. Так. 4, 4, 4, 4 и 4. Вот. Всё, всё честно. Победитель, пожалуйста. Поприветствуем. Вот это. Sorry. Без проблем можно посмотреть. Так. Итак, главный приз. Надо прийти и принести. Подожди. Так ему на сцене ждать? Давай. Всё-таки же надо всё засвидетельствовать. Вот видите, такая интересная, да, вот в конце. Вот вроде бы всё так быстро, но чуть-чуть цифра не попала, да. Вот так вот. Вот так и в жизни, да. Вот важно всё доделать правильно до конца. Правда, да, какой хороший вывод сегодняшней постановки. Я думаю, что твоя супруга счастлива. Ты можешь её позвать на сцену? Да, позови, пожалуйста. Где супруга? Где супруга нашего героя? Давайте её поприветствуем. Вот смотри, как он старался. Как зовут? Елена. Ещё раз аплодисменты для Елены. Серёжа, ну скажи пару слов тогда молодым. Ну, я ему дам подарить, а то если я подарю, подумать мне тоже надо. Вот это. На, ты дари. Пожалуйста. Спасибо. Поздравляем тебя и вас. Спасибо вам. И с Новым годом вас. Пожалуйста. Спасибо. Итак, слушайте. Серёж, ну с этими пожертвованиями надо что-то делать, я не знаю. Давай, собери в пакетик, пожалуйста. Если кто-то помнит свои деньги, подходите, можете у Серёжи забрать. Если вы помните, сколько вы давали, подойдите, он вам отсчитает. То есть всё по-честному. Спасибо. Продолжение следует...